здравствуйте еще раз дорогие радиослушатели мы немножко поменяли формат нашей сегодня передачи потому что мы сегодня беседуем это могу сказать долгожданная встреча с российским писателем людмилой улицкой людмила евгеньевна добрый вечер добрый вечер людмила евгеньевна огромное спасибо что нам все-таки удалось с вами соединиться подошли для нас это очень и очень важно побеседовать с вами для наших радиослушателей спасибо людмила евгеньевна а в том разнообразии на литературном рынке в том разнообразии книг которые выходят тех авторов которые появляются тех направлений а как отличить хорошую литературу от плохой если какой-то способ ну вы знаете на самом деле достаточно много появляется информация книгах я обычно смотрю в интернете все-таки прежде чем книжку взять в руки не говоря о том что есть несколько авторов которых я безусловно готова читать а какие то авторы если последнее время читаю скажем диму дмитрия быкова мне очень интересно как он пишет и что он пишет недавно я прочитала замечательный роман гузель яхиной ну в общем я не могу сказать что мы живем в голоде литературном все время выходят новые книжки среди них есть такие которые заслуживает вполне внимания а людмила евгеньевна скажите а мы вот сейчас данную минуту мы беседуем современным классиком ну вы знаете я себя не отношу к классикам потому что классик это понятие посмертная поэтому подождем там будет видно а людмила евгеньевна естественно для писателей очень а я так думаю и вы меня поправьте если я не прав важны а премии потому что это какая-то все-таки оценка а литературного труда а у меня вопрос по поводу нобелевской премии есть много критиков современных авторов которым вручается эта премия как вы относитесь вообще к нобелевской премии по литературе и считаете ли вы что современные авторы те кто получали премии они достойны этой высокой награды ну я должна вам признаться что премия букеровская международная не представляется гораздо более серьезной чем нобелевская в нобелевской премии существуют некоторые политические моменты а литературная премия букер она по моему лишена этих особенностей а люблю легенов переходя к вашей к вашему творчеству к вашим книгам хочу сказать что почти все я прочитал и вот какое впечатление после 20-30 страниц такое впечатление что я знаю чем закончится история для героев вашей книги и у меня всегда чувство не очень хорошая как мне кажется все время это как-то закончится грустновато а почему такой фатализм вот в ваших произведениях вы знаете дело в том что неожиданный конец это исключительно важное важное измерение для скажем книжек которые говорят о расследованиях о всяких таких криминальных историях что касается вашего разочарования относительно того что конец вам представляется известным я думаю что у меня это не огорчает ну что ж так идет жизнь мы все прекрасно чувствуем направление жизни и неожиданного финала какого-нибудь трика и фокуса в конце я никогда к этому не стремлюсь людмила евгеньевна вот говоря о вашем творчестве я могу сказать что я читал очень много произведений и романов и повестей и рассказывать соответственно но для меня есть один роман он особенно для меня потому что на меня произвел огромное впечатление и я считаю что за последние 10 лет из того что я читал этот роман стоит на первом месте это зеленый шатер я кстати хочу нашим радиослушателям посоветовать те кто не читал этот роман почитайте это на мой взгляд выдающиеся произведения у меня вопрос если что-то автобиографическое в этом романе или это просто история вы знаете это довольно много автоби автобиографических мотивов которые включены в этот роман на дело в том что о чем бы автор не писал если не присутствует биографический роман от биографический мотив то мне кажется что это на самом деле ну так и не бывает потому что каждый автор пишет все-таки исходя из материала который накапливает в течение своей собственной жизни единственной другое дело что могут авторы интересовать исторические сюжеты фантастические сюжеты но я не думаю что есть книги в которых личность автора и его биография совсем не имеет никакого значения а что важнее вообще закладывает автор саму историю чтобы привлечь читателя или все-таки философия подданная вот под этой историей знаете я думаю что это вещи неразделимые потому что нам всегда важно извлечь из чтения что-то лично для тебя интересное и поэтому и герой должен быть интересен читающему человеку и сюжетное движение и на самом деле огромное количество классических книг когда мы открываем мы в общем знаем чем они кончатся в этом есть логика литература но в этом же есть определенная логика жизни любила идея должен писатель быть интеллектуалом человеком воспитанным культур высококультурным или в принципе просто талант определяет его творчество думаю что талант это требование номер один потому что все прочее к таланту прикладывается прекрасно когда автор интеллектуальный когда вы можете какую-то пищу интеллектуальную извлекать из книги но я думаю что талант это все-таки то что на первом месте стоит а должен ли писатель быть просветителем совершенно задач такой у писателя я думаю не должно быть но я при этом я думаю что каждый писатель тем не менее просветитель потому что каждый писатель обладает определенным набором знаний определенной культуры и даже если он не ставит перед собой просветительских задач что они попутно тем не менее разрешаются великий русский писатель федор достоевский к нему у многих неоднозначное отношение и в плане его взглядов и в плане того как он писал он писатель нелегкий ваше отношение к достоевскому и к его взглядом ну я даже вам сказать что достоевский не из числа моих любимых писателей а если вам интересно более подробно то замечательно совершенно о нем писал набоков который вот как и я кстати говоря не любил но в отличие от меня он очень глубоко проанализировал достоевского гораздо лучше чем это сделала бы я но об достоевский не принадлежит к числу моих любимых писателей и это извечный русский вопрос кто толстой или достоевский для меня безусловно на первом месте стоит толстой а продолжая разговор о русской классики как вы считаете с кого должны начинать учить детей в школе потому что мы много лет назад участь в средней школе города минска нас учитель по литературе я не могу сказать заставляла но это был набор писателей которые мы должны обязательно были по и поэтов прочитать а кого вот вы лично как бы рекомендовали с кого начинать каких классиков чтобы понять что такое хорошая литература начинать и кончать можно безусловно александр сергеевичем пушкиным потому что это золото русской литературы а допустим проза кого бы вы порекомендовали капитанская дочка пушкина тоже пушки продолжаешь на русском да да говорите пожалуйста это лучше русская проза и хотя прошло уже больше 150 лет того времени как было это написано это абсолютно нержавеющая литература говоря продолжать тему русских классиков как на ваш взгляд кто из них более от точно показал русский характер более точно показал россию как страну будет оговорить неоднозначную интересную я не виду и поэтов и писателей александр сергеевич пушкин знаете когда мы читаем пушкина капитанскую дочку то у нас есть савельевич есть гринёв и есть еще ряд героев которые на самом деле не ржавеют это абсолютно ну классиков самом высшем смысле этого слова я думаю что ничего лучше в россии в русской литературе нет хотя надо сказать что сам пушкин очень много черпал из европейской литературы и в некотором смысле для россии он был переводчиком европейской культуры очень многие проблемы которые были в европе уже отработаны и пройдены в россии были еще в зачаточном состоянии и поэтому в некотором смысле пушкин явился переводчиком европейской литературы на русский язык не только в качестве прям переводчика в прямом смысле этого слова он переводил кое-что тоже мире мы переводил но главное что он переводил европейскую культуру на русский язык и лучше чем пушкин этого не делал никто а вот говоря о русской литературе нельзя не сказать о сказках того же пушкина на которых мы росли это наверное один из таких очень серьезнейший кладезь литературы но известно что в то время на литературу оказывал большое влияние немецкий классицизм и галф и гофман известно что они оказали большое влияние вот на сказки до кроме народных русских сказок как бы вот пушкин в этом а как вы считаете какую вообще роль играют сказки в жизни людей даже когда они уже выросли но видите дело в том что сказка это осколок мифология потому что обычно все корни сказок можно найти в народных мифологиях а мифология это основа человеческой культуры это вся история человеческого становления читается именно через мифологию и литература очень глубоко связана с мифологией и мы не всегда это улавливаем но тем не менее специалисты люди которые специально этим занимаются я не филолог я писатель а специалисты вам прекрасно расскажут о том что такое какова роль сказки в литературе потому что это один из самых древних литературных жанров а сказки какое влияние на вас оказали и может быть у вас есть какой-то любимый писатель сказочник и из сам рассказ сама сказка есть какой-то любимый вы знаете дело в том что для нас чрезвычайно важно с чего мы начинаем я в свое время это была первая книжка которую я сама прочитала научившись часа читать это был киплинг и для меня сказки киплинга были всегда самыми главными и самыми важными и до сих пор я очень люблю киплинга и моя старая лохматая довоенного издания еще книжка она прочитана была сначала моим детям а потом моим внуком я считаю что это одно из самых важных подходов к чтению это сказки киплинга так устроена была моя биография и возможно что другие люди начинали с другой половицы танцевать на этом балуна для меня был таким писателем киплинг вторая книга тоже взрослая это же я ее прочитала в раннем детстве это дон кихот людмила евгеньевна а писатель может быть плохим человеком или очень плохим человеком я могу объяснить почему я говорю плохим и очень плохим очень плохой это человек у которого уже нет он перешел нравственные как говорится какие-то границы а плохой человек это у него еще есть возможность спастись что касается спасения это вообще не наша проблема это проблема какого-то высшего существа там если если существует суд то там на судно на этом последнем суде будут приниматься эти решения но талант нравственные качества ум доброта это все отдельное дарование они могут совмещаться в одном человеке и это большое счастье когда человек одновременно и талантлив и нравственен но это совершенно не обязательно совмещается в одной личности а известно что врачи и биологи очень хорошие писатели вот я лично знаю ну как лично двух хороших врачей писателей это естественно булгаков и чехов и знаю очень хорошего биолога который очень хороший писатель а почему писатели и биологи очень именно хорошие писатели вы знаете я думаю что для любого писателя чрезвычайно важно иметь какую-то другую профессию то есть начинать не с писательской профессии с какого-то иного рода деятельности потому что это необычайно расширяет мир когда человек прошел школу биологии медицины инженерного дела любой практической профессии это для него как для писателя потом открывает ворота к читателю гораздо больше степени чем просто человек который не обладает какими-то специальными знаниями я почти не знаю писателей но я имею ввиду двадцатый век конечно русская дворянская литература конечно это отдельно но я почти не знаю писателей которые бы не имели какой-то иной профессии но все-таки врач это чуть-чуть другая вещь согласитесь ну на это я вам могу сказать следующее дело в том что профессия генетики моя первая профессия это профессия которая изучает человека и и для меня когда я от генетической своей профессии перешла к писательству это не был принципиальный поворот потому что по-прежнему в центре моего интереса человек просто инструменты которыми я его исследую другие врач биолог исследуют медицинскими какими-то специфическими приемами лабораторными писатель у него другая лаборатория но это тоже исследовательская работа в области человеческого существа для врача это скорее физическая составляющая физические параметры для писателя может быть в большей степени духовные какие-то измерения но так или иначе профессия не писательская для любого писателя очень полезно это расширение жизненного пространства людмила евгения современный мир очень скоростной и как говорится говоря по-английски нам стоп люди очень быстро на все отвлекаются и стараются не тратить время на какие-то мелочи и в этой связи у меня вопрос если место современной литературе толстым романом знаете я думаю что они потихонечку изживают свое время по нескольким разным причинам во первых у людей стало гораздо меньше времени на чтение и люди на самом деле предпочитают более тонкие книжки то толстая книжка пугает но кроме того мне кажется что это тоже определенное достоинство писателя сказать как можно более коротко то что он хочет сообщить и я вообще на самом деле считаю что рассказ это самый может быть сложный и самый сегодня важный жанр потому что рассказ это концентрированная форма сообщения в романе все-таки как правило много такого таких деталей и подробностей которые иногда хочется отжать и иногда пролистываешь страничку виде очень длинное описание которые не имеют отношения к действию романа а создают только атмосферу атмосферу впрочем гораздо лучше создают поэты поэтому здесь я думаю есть главное различие между писателем прозаиком и поэтом у поэта другой инструментарий это инструментарий пользуясь им можно создавать гораздо более короткие гораздо более концентрированные произведения Людмила Евгеньевна в своих произведениях вы часто обращаетесь к истории еврейского народа как вы считаете евреи в двадцатом веке сильно изменились как народ как нация как общность и как как они выглядят сегодня в двадцать первом веке вы знаете этот вопрос очень правильный дело в том что с того момента как было создано государство израиль которого не существовало две тысячи лет евреи стали обычным народом это народ который живет в своей стране и евреи и израильтяне в общем ничем не отличаются от других народов но все-таки надо сказать что в сегодняшнем мире существует всего лишь два народа которые прошли такой огромный путь изгнаннический это евреи и это армяне и вот этот вот исторический опыт прохода через разные страны через разные культуры он конечно создает совершенно неповторимая неповторимая особенность евреи очень адаптивные потому что за последние две тысячи лет евреи осваивали многие страны многие культуры еврейские писатели художники входили в культуры не их родные они творили не на языке идаши не на языке иврит они творили на языке той страны которая их приняла и это очень интересная тема и я думаю что есть специалисты которые это исследуют потому что конечно это очень интересно какой же такой нерастворимый остаток имеется у евреев которые делает писателя еврейского происхождения француза англичанина бразильца или русского который все таки оставляет при полной включенности в культуру в которой он живет вот оставляет тем не менее в нем еврейский шрам след присутствия скажем так я не знаю как точнее определить это еврейскую составляющую потому что она бывает и шрамом и травмой и гордостью я встречала евреев которые очень по-разному относятся к своему еврейству Людмила Евгеньевна в советское время еврейская интеллигенция и наверное в первую очередь писатели очень много переходили принимали правильнее говорить принимали христианство я понимаю с чем это связано будем так говорить даже не то что понимаю я хотел бы услышать от вас может вы объясните с чем это связано для наших радиослушателей и какую в этом сыграл роль Александр Мень ну вы знаете это хороший вопрос дело в том что в царской России было два пути для еврея получить высшее образование это принять крещение и таким образом стигма еврейства как будто от него отходило и второй путь это получать образование за границей и тот и другой путь до революции были вполне так сказать широко распространены что касается советского времени и лично роли отца Александра Меня видите ли дело в том что отец Александр Мень был православным священником и был евреем и никогда от своего еврейства не отказывался более того он считал что христианство есть производная от иудаизма такая точка зрения существует и поныне и любой человек непредвзятый который сколько-нибудь этим интересуется прекрасно понимает глубочайшую связь Ветхого Завета и Нового Завета вы понимаете что Нового Завета без Ветхого просто бы не существовало поэтому это вопрос чрезвычайно важный отвечу на него вполне однозначно это связанные между собой вещи и эти два пути разные принять христианство для того чтобы избавиться от национального притеснения и принять христианство по каким-то религиозным убеждениям я встречала и таких людей и тех и других людей я встречала в своей жизни но те которые принимали христианство для поправки своего статуса социального это обычно люди рожденные до революции жившие до революции потому что после революции крещение евреи или не евреи но публично обозначенный этот факт он мог принести только неприятности Людмила Евгеньевна обращаясь снова к вашему творчеству часто в ваших книгах вы пользуетесь таким приемом как письмо это и переводчик Даниэль Штайн это и лестница лестница Якова а вы считаете это очень важным как исповедь показать отношения к общению героев или это ваше внутреннее что-то да да безусловно потому что одно дело мне как автору описывать моего героя другое дело дать ему слово потому что письмо это значит я предоставляю моему герою право голоса в тех случаях о которых вы упоминали и в случае с Даниэлем Штайном и в случае с лестницей Якова за этими письмами стояли реальные люди как правило какие-то образцы этих писем у меня были на руках у меня потрясающая переписка моего деда который три раза был в тюрьме сидел и поэтому у него писем много потому что человек который не уезжает надолго и надалеко писем не пишут для того чтобы писать письма нужно расставание вот и поэтому я думаю что письма это очень хороший источник для материала то что я их использую не обрабатывая их не переводя их в какую-то другую форму они можно сказать в голом виде присутствуют но считайте что это мой литературный прием я даже не могу сказать что это ноу-хау потому что существует огромное количество с древних времен романов в письмах и мы знаем и в античной в античной классике переписки которые существуют как книги с давних времен он в конце концов и платон свои главные книги писал как диалоги то есть как разговор с другим человеком в его случае это был сократ но в принципе это очень хороший прием и он на самом деле не новый он старинный и не увядающий Люмила Евгеньевна говоря о политиках 20 века Михаил Горбачев и Борис Ельцин можно ли их назвать трагическими фигурами в истории Советского Союза и России я думаю что в истории Советского Союза нет ни одного руководителя которого нельзя было бы назвать трагической фигурой даже начиная от Ленина который умер как говорят своей смертью все таки фигура достаточно трагическая потому что человек который хотел одно построить а построил совершенно другое и отдавал себе в этом отчет сегодня когда мы имеем возможность читать и ленинские письма тоже опубликовано очень много мы видим мы знаем какие горькие мысли были у него в конце жизни потому что совершенно ясно что он не получил того на что он рассчитывал поэтому ну что же это нормальный путь человека который берет на себя наглость извините ну или во всяком случае право руководить миром это огромная ответственность и я очень мало бы назвала политических деятелей которые эту ответственность выдержали и свое лицо его никак не подпортили даже такой выдающийся деятель как последний ну простите в общем короче говоря я хочу сказать что это очень трудный путь пройти пройти в руководители страны в ведущие лица цивилизации и нигде не споткнуться таких по видему не было а вот лично вам как писателю было бы интересно разобраться написать историю семьи Владимира Ульянова Ленина потому что то что в свое время написала Мариета Шагиня ну это будем так говорить такая условность а вот для настоящего скрупулезного изучения этой личности вам было бы это интересно нет мне бы это было не очень интересно просто по той причине что мне сам герой этот не очень интересен я не могу сказать что это личность для меня чем-то привлекательные какие-то я в нем вижу закатки он был человеком прагматичным очень высшей степени в высшей степени беспринципном как и полагается настоящему политику потому что политик с принципами это нонсенс политик это тот человек который умеет юлить рулить так сказать и для политика убеждения это всегда то что ему мешает вот поэтому я не думаю что это герой который мог бы меня как-то заинтересовать а ну скажем так когда мы попадем за грань да в другую жизнь с кем бы вы хотели встретиться в первую очередь и поговорить в такой в простой обстановке из каких-то исторических или личностей или художественных художники писателей вот кем бы вот кого бы бы искали чтобы встретиться и поговорить более всего мне бы хотелось встретиться с моим покойным дедом которого я видела один раз в жизни между двумя между тюрьмой и ссылкой мне было двенадцать лет письма которые я прочитала от него и вообще то что он написал он был демон занимался демографией первые книжки по русской демографии российской советской были им написаны поэтому не какая-нибудь знаменитая фигура меня волновало бы а именно мой дед к которому у меня множество вопросов а из таких фигур таких мировых известных мировых известных я не знаю не знаю при том что я есть писатели которых я очень люблю но скажем вряд ли это был бы чехов вряд ли это был бы достоевский это точно ну как мы поняли это был бы пушкин правильно а ну пушкин это просто поклониться и поцеловать следы ног все что можно сделать Людмила Евгеньевна вот сегодня принято очень ругать критиковать советский союз при всем при том а советский союз при всем том что там было мы какое-то время в советском союзе все-таки пожили а я считаю что литература кино а искусство художественное искусство театр то есть все вот это то что можно назвать искусством были на довольно высоком уровне у меня вопрос есть такое понятие хомосоветикус вот люди которые жили в это время их почему-то принято называть там правнуками внуками прачек и так далее и так далее а почему же если эти люди были внуками правнуками прачек и вот этих вот тех кто пришел в власти почему же это было на таком высоком уровне при всем при том что сейчас свобода демократия и мы не видим вот этого потолка уровня в чем разница да начнем с того что само выражение дети прачек оно отвратительно понимаете дело в том что у меня оба моих прадеда были часовщиками то есть мелкими ремесленниками я совершенно а если бы моя прабабушка была прачкой я бы от этого не меньше ее любила это отвратительный снобизм гнусный снобизм а кем был адам вообще-то говоря какая у него была профессия кто были вообще наши предки среди наших предков аристократов у евреев вообще не было не было просто как таковых были хорошо так сказать хорошо образованные люди и это единственное измерение которое мне представляется важным это очень интересная еврейская черта потому что для евреев образование ребенка всегда было самым важным моментом мой прадед который был часовщиком очень бедным человеком расшибался в лепешку чтобы отдать своих сыновей их было двое в гимназию а потом в семнадцатом году он их отправил в университет тут началась революция да учиться им не удалось но я просто хочу сказать что понимаете это некоторая традиция она может быть семейной есть поколение людей где занимаются наукой вообще культурой писательством вот поэтому я думаю что это в этом вопросе в том в той постановке в которую вы мне предложили есть нечто для меня такое сложное и даже неприемлемое нет 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 мы все дети наших родителей вне зависимости от того кем они были и в еврейской среде было принято давать детям образование как важнейшее что можно было передать от родителей к детям и эта традиция на самом деле существует до сих пор я думаю что здесь корень на самом деле вот в этом замечу замечу вам что в 1800 по моему в 1888 или в 78 могу соврать император Иосиф II издал толерант потенци он был в то время император Австро-Венгрии это был закон который разрешал евреям учиться в общеобразовательных ну в университетах скажем так и с этого момента начиная еврейские мальчики кинулись учиться и весь двадцатый век вот все эти нобелевские лауреаты среди которых чуть не половина уж во всяком случае треть евреев что совершенно непропорционально относительно процента евреев в мире они были детьми родители которые страстно желали дать детям образование и это исключительно важный момент который на котором я бы хотела зафиксироваться тяга к образованию ценность образования понимание образования как это то чего природа не дает природа дает дарование красоту силу ловкость хорошее зрение а вот образование природа не дает это единственное что может сознательный родитель дать своему ребенку и это у евреев это всегда было очень сильно но это собственно говоря у любых хороших родителей это есть очень большая ценность детское образование и до сих пор это так Людмила Евгеньевна а есть ли герои ваших книг которых вы придумали вы писали но вы их не любите вот по-человечески вы их не любите вы знаете нет для того чтобы писать о человеке мне нужно испытывать к нему как минимум интерес а этот интерес обычно все-таки складывается из того что он мне симпатичен этот человек даже если он то что называется извините за выражение отрицательный герой но каждый человек разнообразен и даже человек который делает совершает плохие поступки в нем кроме этих посты плохих поступков есть очень много разного и для меня чрезвычайно важно найти в любом человеке в любом герое которым я пишу ту точку на которой крепится его любовь а что любят это это противная старушка во всех отношениях отвратительная старушка где находится точка ее любви а это ее кошка может быть но любовь то настоящая и вот для меня чрезвычайно важно найти этот фокус в котором сконцентрирована любовь этого человека потому что все люди что-то кого-то любят понимаете и это для меня очень важно для того чтобы представить себе что такое личность любила Евгений короткий вопрос короткий ответ есть такое выражение жизнь это грустная шутка которую никто не понимает вы с этим согласны или у вас есть комментарии нет 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 жизнь это роскошный дар то что мы его не понимаем это безусловно но смысл нашей жизни в том что мы постепенно понемножку шаг за шагом это понимание находим находим его сначала в детской песочнице во время первой драки с мальчиком который у тебя отнимает совок вот это обучение жизни это и есть собственно говоря то через что проходит каждый человек и это самое важное и то кого он любит кого он не любит это все выбор нашей души и в этом смысле нет неинтересных людей потому что каждый на свете человек через это проходит через любовь через отрицание через презрение через глубокое уважение как каким-то определенным другим людям это социум так устроен человек человек социальное животное если он не социальный то он сумасшедший его держат в специальных лечебницах для сумасшедших евгений буквально две минуты остается к сожалению великому а два поэта тютчев написал умом россию не понять а михаил мотусовский написал прекрасные строчки с чего начинается родина а как вы можете прокомментировать вот эти две строчки умом россии не понять вы знаете дело в том что вы делаете чрезвычайно большой комплимент мотусовскому ставим его в один ряд с тютчевым потому что мотусовского просто нет а тютчев есть вот в этом дело все а все таки с чего начинается родина а с соска который мама твоя тебе свою сует в рот с первых запахов материнского тела с первых движений с первых ушибов для меня этот первый шок был когда я прикоснулась рукой еле еле ходила горячей печке вот так начинается любая жизнь человека он осваивает пространство через свою физиологию а другие освоения пространства начинаются позже и тут уже имеет значение интеллектуальный уровень талант которым в разной мере отдалены разные люди но есть вещи через которые проходят все вот то о чем я говорю это гораздо важнее потому что дарование у всех разное а вот физиологическая физическая природа человека у нас у всех абсолютно одинаковая поэтому мне просто общаться нет никаких проблем в общении с людьми иного социального уровня иного мировоззрения иного миропонимания мне с ними общаться просто и даже более того скажу интересно Людмила Евгеньевна огромное вам спасибо за это интервью мы и наши радиослушатели желаем вам здоровья бодрости оптимизма учитывая творческих удач обязательно да и учитывая ту ситуацию которая сложилась и в мире и в россии мы в первую очередь желаем вам крепкого здоровья чтобы у вас все было замечательно надеемся что мы еще побеседуем хорошее пожелание спасибо вам всего самого лучшего спасибо всего доброго до свидания до свидания